друзья всем привет давненько с вами не виделись и в этом выпуске я хочу поднять такую тему как сдача оружия на хранение сдача оружия на хранение это вообще очень удобная вещь для любого оружейника охотника для любого спортсмена это на самом деле очень такая полезная штука которую предоставляет государство и которые предоставляют некоторые частные компании либо государственные учреждения не связанные с органами и так вообще для чего нужна эта сдача на хранение это возможно в разных случаях ну допустим случай вашего длительного отсутствия дома где у вас находится оружие например сейф стоит у вас в квартире а вы уезжаете какое-то путешествие там на пару месяцев пусть это будет там сплав по какой-нибудь реке куда-нибудь в сибирь или это будет длительная командировка по работе ну в общем факт вашего отсутствия длительного по адресу проживания по адресу расположение сейфа естественно за этот период многое что может домом произойти и чтобы исключить риск кражи вашего оружия вам необходимо сдать его специальные камеры хранения о которых я чуть позже расскажу ну второй вариант это допустим ремонт в вашем доме в принципе вы можете хранить оружие в сейфе если у вас есть там сигнализация но так как дома у вас будут постоянно шарохаться различные люди как бы посторонние там электрики сантехники маляры кафельщики так далее да как бы ну все же присутствует риск того что ваше оружие вместе сейфом будет похищена и увезено в неизвестном направлении особенно если вы например поссоритесь со своим бригадиром вот а рабочий народ все-таки не самый умный поэтому риск все-таки есть того что вы останетесь без оружия поэтому в таких случаях есть специальные камеры хранения которое предоставляет государство как это происходит вы приходите в ваш район ровд чтобы сдать это оружие то есть для этого предусмотрены специальные камеры хранения которые охраняются там железная дверь стоят камеры сидит постовой всегда следит и туда вы можете сдать оружие я не помню точно там какая-то небольшая госпошлина за это есть вы сдаете в камеру заключать договор вам дают все бумаги которые кстати при проверке вы можете показать то есть если пример у вас дома ремонт пришел участковый или пришла проверка с лрс и смотрят а где сейф там где оружие вы можете показать эту бумагу и сказать вот я сдал свое оружие на временное хранение то есть все эти бумаги они легитимны но есть тут такой нюанс вот допустим мой товарищ недавно уезжал в командировку и хотел сдать два гладкоствола на хранение в рвд свой район но выяснилось то что там не было мест в камере хранения то есть такое тоже бывает особенно летом когда начинается сезон ремонтов многие оружейники начинают там что-то шаманить свои дома квартиры и естественно сдают оружие то есть такое тоже вполне вероятно в нашем городе есть охранное агентство определенные которые занимаются данной деятельностью как предоставление оружейных камер хранения ну естественно если у них конечно есть на это соответствующая лицензия то есть вы приходите сдаете им свой ствол естественно в зачехленном виде чехол они без чехла они не будут принимать чехол они как бы опечатывают и принимают оплачиваете за месяц вперед вот там тариф у них помесячно как правило идет получаете договор квитанцию и все и спите спокойно оружие забирать оттуда можно но не совсем желательно потому что это связано с ну с такой немного бумажной волокей ты то есть если вы все-таки решили сдать то лучше пусть он пролежит там весь срок который вы оплатили и потом по окончанию вы можете его забрать вот но в принципе при прям такой большой необходимости вы можете сделать это раньше времени и потом после этого вернуть например после поехали пострелять там куда-то на охоту через день вернулись можете обратно приехать и положить его туда а также есть государственные учреждения которые предоставляют такие услуги естественно как бы и у них и у тех и у охранных агентств частных у них должна быть соответствующая лицензия на предоставление данной услуги и ну из государственных тоже допустим там стрелковые клубы различные я точно сейчас уже не могу сказать какие но при желании вы можете найти эту информацию в сети у них на сайте которые предоставляют аренду сейфов для хранения ну например тот же динамо динамо тоже есть такая услуга вы приносите свой ствол в зачехленном виде его опечатывают сдают в камеру специальную камера хорошо охраняется там у них постовой камеры кузет у них подключен там ну в общем можно не переживать за свое оружие там железные двери специальные крепкие сейфовые спокойно сдаете и вообще можете не париться очень вообще удобная услуга при таких вот моментах как переезд ремонт и командировки какие-то путешествия и так далее то есть вы по крайней мере спокойно знаете у вас договор на руках в случае если там ну что-то прямо произойдет с этим сейфом вам в любом случае по закону они обязаны будут восстановить а ваше оружие и еще такой небольшой совет когда сдаете оружие на хранение если есть возможность поставьте специальный оружейный замок на ваш карабин или ружье то есть замочек этот он недорогой он специально ставится на спусковую скобу чтобы блокировать нажатие курка как бы в принципе дополнительно это не помешает я конечно не говорю о том что кто-то в ваше отсутствие может воспользоваться пойти там пострелять или потрогать посмотреть там ваше оружие но на всякий случай как говорится от греха подальше в любом случае этот замок вам все-таки пригодится будущем допустим на тех же стрельбища ставите там оружие в пирамиду одевайте замок и там делайте что хотите пикник там какие-то переговоры разговоры развлекуха и так далее очень полезная вещь в среднем по городу за услугу хранения оружия берут от 5000 тенге в месяц за одну единицу оружия цены вполне как бы приемлемые вполне подъемные я бы не сказал что это совсем прям так дорого как бы ну два-три месяца лучше заплатить 15 тысяч тенге чем остаться без оружия или подвергать риску там кражи свой сейф и ваши же права будущем поэтому рекомендую сдавать оружие на хранение если возникла такая необходимость а не хранить его там где-то дома под подушкой или другой там всем на квартире и так далее непонятно каких условиях при любой проверке вы всегда можете показать договоры и квитанцию о том что вы оплатили издали оружие на хранение и вот вот все бумаги там и так далее то есть по закону это все разрешено и никаких вопросов сотрудников не будет я надеюсь это видео казалось полезным и разъяснило все вопросы касаемо сдачи оружия на хранение подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте вопросы оставляйте комментарии постараемся всем ответить всем пока